Ань, ну мы поздравляем тебя с лидерством после короткой программы на твоем втором этапе гран-при. Спасибо большое. Каталась, я так думаю, ну сейчас ты нам прокомментируешь свой прокат. Бал, наверное, ты уже видела и уже как бы все понимаешь, да? Да. Ну, что могу сказать, прокатом в целом довольна. Я просто не послушала ситуация, как я что-то сказала, и все так печатать активно начали. У меня уже нервная, идите, по-моему. В целом прокатом довольна, да. Но я считаю, что он был не идеальный, безупречный. Я четко во время проката еще понимала какие-то свои ошибки, где я могла сделать лучше, где я чуть-чуть сделала хуже. Но буду над этим работать, буду это дорабатывать. В сравнении, если сравнить с моим первым этапом в Магнитогорске, конечно, там был технический прокат лучше, четче. Я бы сказала, просто легче и увереннее был исполнен. Именно с технической точки зрения. Но, тем не менее, уровни по дорожке у тебя сейчас, если верить телевизору, был третий, а там был второй. То есть ты в дорожке все-таки... Там в короткой был четвертый. Производный был второй. Да. Ну, таким образом, как бы... Нет, ну, там все справедливо. В произвольной, как я сделала, какие ошибки я допустила, такой мне уровень не поставили. В короткой, если я хорошо сделала все блоки и шаги там, то мне поставили четвертый уровень. Здесь, соответственно, я видела некоторые шероховатости, конкретно в шагах дорожки. Если их не засчитали, если их не взяли, мне поставили третий уровень, то совершенно все справедливо. Я когда еду, когда делаю прокат, я прекрасно понимаю, где что, я чуть-чуть не так сделала. Получается, что на втором гран-при все-таки сложнее, да, выступать в каком-то смысле? Возможно. Я бы сказала, что больше, наверное, в моральном плане, ну и немного в физическом, конечно, потому что организму нужно достаточно быстро чуть сбросить форму и сразу ее набирать, чтобы подняться на какой-то такой более-менее пик. Я просто надеюсь, что у меня хватит и морально, и физически, но завтра я, по крайней мере, постараюсь сделать все, восстановиться сегодня хорошо, хорошо покушать, наконец-то, поспать. Здесь довольно серьезный состав участия. Как же вызывало дополнительные? Честно говоря, нет. Я очень рада видеть всех девочек здесь. В последний раз мы виделись на прокатах. В целом, в раздевалке очень положительная атмосфера, мы можем поговорить, посмеяться над чем-то. Мне очень комфортно. Анна, год назад вы здесь, на этапе гран-при в Красноярске, заняли первое место. Придает ли это вам каких-то хороших воспоминаний, уверенности в этот раз? Ну, хороших воспоминаний это придает, уверенности я бы не сказала, поскольку каждый раз, выходя на старт, ты начинаешь заново, тебе предстоит все та же работа, и как ты ее сделаешь сегодня, здесь и сейчас, зависит исключительно от тебя. Никто тебе не будет ставить хороший балл, если ты откатался в том же месте, год назад хорошо, а сегодня плохо, и они такие, ну, давай, и такого не будет. Поэтому уверенности вряд ли, просто приятное воспоминание, Красноярск, пятый раз здесь, рада здесь находиться. Анна, вот Красноярск один из самых сложных этапов с точки зрения адаптации во времени, самый восточный, и вы говорите, что уже пятый раз приезжаете, вам настолько здесь нравится, вы настолько легко. Захистка, да? Адаптируетесь? Может быть, у вас секреты есть какие-то? На самом деле я вообще не адаптируюсь, я до сих пор не адаптировалась, ну, просто так вот получается. Это правда, я сама, как бы, когда мы увидели, какие этапы выложили, я думала, почему бы не съездить в Красноярск. Но все равно от разницы во времени ты никак не избавишься. И если я планирую дожить и выйти на мировую арену, то от этого нельзя убегать и прятаться. Потому что если поставят какую-нибудь Японию или Америку, то ты как, что ты сделаешь с этим? Ничего. Анна, говорили уже, что такой сложный, очень состав участниц, у вас достаточно сложные соперничества. Сегодня вы откатали чисто, прекрасно откатали, но не у всех соперниц получилось так же чисто справиться со своими элементами. Все-таки, как вы считаете, сегодня выиграли вы или проиграли соперницу? Ну, это такой, знаете, вопрос с подвохом. Я на него правильно ответить не смогу, поэтому отвечу свое, то, что я считаю, то, что я думаю. У нас действительно очень сложный вид спорта. Мы все вкладываемся, мы все сутками тренируемся. У нас у всех есть болельщики, у нас у всех есть какие-то недоброжелатели, которые считают, что мы целыми днями лежим на диване, и потом просто выходим из ничего, выполняем прыжки вращения и катаемся. Я считаю, что здесь нельзя кого-то выделить, кого-то опустить и кого-то поднять, поскольку мы все проходим через одно, мы все отдаемся своему делу. Девочки, у которых что-то не получилось, я желаю удачи им завтра, потому что, к сожалению, лед скользкий, и ошибиться может каждый. Я, человек, который один раз на чемпионате России откатал короткую программу с тремя динакшенами, это знаю. Поэтому просто надеюсь, что завтра лед будет более гладким и гладким для всех. Спасибо, Аня, и удачи тебе завтра. Спасибо. Софья, мы поздравляем вас с отличным прокатом, поздравляем вас со вторым местом. Скажите, пожалуйста, как вообще оцениваете сегодняшний прокат? У вас все прыжки получились. Как вообще такая саморефлексия? Спасибо большое. Спасибо. Ну, я не очень довольна своим прокатом. Наверное, я еще не знала, я не смотрела распечатки. Буду смотреть, что я не доделала. Но каталась я не в полную ногу. Наверное, на это и свои причины на данный момент. Не знаю, слышно ли я, что я немножко хриплая. Я думаю, все и так поняли, что я немножко болею. Но тем не менее, знаешь, по прокату... Я на антибиотику. Вот. Но по прокату, по твоим эмоциям, когда тебя показывали на огромном экране, это вообще не было абсолютно видно. И наоборот, казалось, что ты просто таким напором идешь, вот как на последний бой, выкладываясь. Ну, после... Вот, когда я уже вышла на лед после Ани, такая... Ну, немножко ощущение было, что я немного не в ногах. Ну, я довольна, что у меня все получилось. Ну, наверное, все. Я не знаю про спечатку. Все. У тебя там все там. Ну, хотелось бы еще больше нарабатывать, чтобы, конечно, были большие плюсы за все. Вот. Многие пишут, что я грустная какая-то всегда. Нет, я просто очень... Ну, у меня такое строение лица, чаще всего. У меня такие много опущенные глаза. И когда я такая настроенная в себе, я больше не грустная, я настраиваюсь на хороший прокат, не расплескиваюсь. Вот. Но после Ани, я думаю, я уже... Я уже... Падает. Я уже вышла такая немножко по взбодренней. Не знаю, есть такое слово. Софья, ну, во-первых, хочу сказать, что вы очень красивая, даже когда грустная, даже когда настроенная. Спасибо большое. И если говорить про сегодняшний прокат, тоже, как в соединю с коллегами, прекрасное выступление, но мы не увидели тройного Акселя. Можем ли мы его ждать завтра? Не знаю. Если хотите, можете ждать. Ну, если человек болеет, то ждать. Если хотите, можете ждать. Соня, ну... Я никому не запрещала. Будем смотреть по ситуации, но, скорее всего, нет, я бы не заявляла. Наверное, по состоянию понятно, что мне бы чисто откатать было бы хорошо. Ты рассказала, что ты приболела. Да, я болела. Во-первых, здоровье. А во-вторых, не было ли мысли тогда на другом этапе выступить? Я и так уже снялась с одного этапа. Там уже этапов не останется. Просто два этапа подряд, наверное, тяжело. Ну... Если бы это можно было предположить. Ну... Состояние до отлета было такое нормальное, а уже сегодня проснулась такая немножко уже... Ну, не очень хорошо спала. Климатизация? Нет, не в этом смысле. Мне очень жарко было. Прям еле дышала. Но поскольку завтра у тебя продолжение этой программы, ты представишь в образе уже... Сегодня был черный. Да. Как вам платье? Платье, кстати. Очень красивое. Спасибо большое. Вообще, должна была быть красная подчатка и черная подчатка. Но в последний момент я решила, что я не хочу подчатки, потому что мне очень жарко, что у меня очень... Состояние не очень. Наверное, это уже... Да. Платье эффектно. Да. Мы ждем завтра... Я надеюсь, что он будет. Я старалась. И вот, Софья, один балл всего лишь проиграли Ване Фроловой. Можем ли мы сказать, что завтра все с нуля начинается? Как у вас ощущения, впечатления, мысли по поводу завтрашнего дня? Ну, я не знаю, правда завтра будет. На завтрашний день. Сейчас мы сегодня пойдем. Помоги. Ой, 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 ой. Я буду. Ну, мы желаем тебе, чтобы завтра у тебя были силы, чтобы ты откатался у белого лебедя лучше. Потому что ты говоришь, что белый лебедь – это как бы чуть-чуть другой образ. Чтобы у тебя все получилось, Соня. Удачи тебе, не болей. Оль, ну, мы поздравляем тебя с таким хорошим прокатом короткой программы, что ты преодолел себя, потому что ты всегда говорил, что короткая программа для тебя сложнее, чем произвольная. А здесь ты все сделал. Доволен. Я очень доволен. Мне в целом здесь очень нравится. Возможно, счастливая рема. Все получилось. Все, что задумал. Как настроился на свой второй этап гран-при? Чуть-чуть по-другому. На первый сделал выводы. Полностью отключился от того, что вокруг происходит. Сосредоотвертался на себе. И вот хорошо получилось. Завтра будет так же настраиваться. Ну, ты очень хорошо сегодня катался на тренировках. Все даже говорили о том, что ты так хорошо откатался, как будто ты уже выступал. Да не знаю. Я вроде на 100% выкладывался. Можно еще лучше. Николай, шикарные сегодня четверные были. И знаем, что владеете вы всеми четверными. Есть ли у вас мечта откатать произвольную только с четверными прыжками? Или, может быть, обе программы? Думаете об этом? Пока не особо. Пока надо свой контент выкатывать. Но когда-нибудь в перспективе, наверное, да. Сейчас я вот вспомнил наконец-таки сальфов, как прыгать. Спустя год почти. Сейчас очень хорошо получается. Я вот даже вчера на тренировке делал. Поэтому когда-нибудь, возможно, делаю. Коль, я знаю как минимум трех человек среди нас, которые сегодня пели «I tried so hard» очень громко. Скажи, пожалуйста, тебе будет комфортно и радостно, если все зрители будут петь во время твоего выступления? Матвей Битлокин сказал, что ему нравится, что все поют «Агутина», и он хотел бы, чтобы прям все-все пели. Ну, наверное, да. Еще сильнее заряжают, еще больше поддержки, еще легче доказывают. А ты сам не поешь? Ну, в голове, может быть, чуть-чуть совсем. Ты сказал, что эта арена счастливая, такая удачливая арена. Сможет ли арена в Омске стать такой же удачей для тебя? Надеюсь. Ничего сказать не могу, но надеюсь. Можешь пригласить наших зрителей на Омскую арену на чемпионат от себя? Дорогие болельщики, приглашаю вас всех на чемпионат России в прекрасном городе Омске. Приходите, будет очень интересно. Мы приглашаем всех болельщиков завтра на произвольную программу «Мужчин». Да, и желаем тебе успеха. Спасибо. Фит, ну мы поздравляем тебя с таким потрясающим прокатом короткой программы на этапе Гран-при. Это твой первый этап, ты начинаешь эту серию. Какие сейчас у тебя мысли, как ты вообще, какие чувства после этого проката? По чувствам я доволен, особенно доволен, что получилось клип сделать уже третий раз подряд, хотя я его только в этом сезоне начал на соревнованиях прыгать. И вообще стараюсь уже думать, уже начинаю думать о произвольных. Петь, ну после того, как ты показал эту программу, было много разговоров о ней на контрольных прокатах, но сейчас видно, насколько вы вложились в эту программу, насколько вы ее дорабатывали, потому что каждая деталь, то есть ты выкладываешься в этой программе, она звучит совершенно уже по-другому, чем ты ее показал в первый раз. Правильно это вот такое наше впечатление? Ну, возможно, правильно. Но на самом деле я старался не менять ничего, просто, возможно, она, как сказать, села по мне, и я больше начал ее чувствовать. Ну, в принципе, еще довольно много есть пространства для дальнейшей работы. Петр, на первом же прокате короткой программы, на своем первом этапе гран-при, вы пробили отметку 100 баллов. Было ли для вас это принципиально, этот рубеж пройти? Когда? Сегодня. Сегодня я не пробил. Нет, сегодня я не пробил. Вырежете меня, пожалуйста. Это было натурально. Хорошо, давайте поменяем вопрос. Не пробили отметку в 100 баллов, буквально не хватило 2 десятых баллов. Балла обидно сейчас? Да, насчет сотни баллов не обидно. Я уже не раз набирал 100 баллов, но можно точно будет сказать завтра. Если, например, мне не хватит шестидесятых, тогда можно будет уже сказать, что обидно. Как вам публика в Красноярске? Очень активно вас поддерживала? Помогает ли это во время проката? Да, конечно, чувствовалась очень активная поддержка. Очень громко было. Бывают стадионы побольше и с большим количеством болельщиков. Но по шуму, по громкости, поддержке этот был один из лучших. Хороший был прокат. Как шла подготовка к нему? Потому что там были какие-то нюансы. Ты что-то где-то болел, не мог участвовать. Как ты считаешь, в какой форме ты подошел к этому старту? В форме вообще хороший подошел. Да, в июле травмировался. И поэтому пару месяцев катался. И бывало даже не катался. И если катался, то в лайтовом режиме. Но мне кажется, это даже дало бы возможность немного отдохнуть. И более свежим подойти к сезону. И к этим соревнованиям я уже полностью успел войти в форму. На верстате все упущено. Часто ли слышишь отзывы о своей прическе? И не знаю, как тебя это мотивирует. Или наоборот, много тебя просят подстричься. И планируешь ли ты это делать? Да, те, кто просят подстричься, самые громкие. Поэтому иногда доходят до меня новости о том, что мне нужно подстричься. Но я стою на своем. Не будешь ли на поводу? Не буду ли на поводу. А тебе это придает какой-то уверенности? Или что-то такое? Какие-то дополнительные чувства? Что у меня такая прическа, и она мне нужна? Я просто считаю это интересным. Пока я не начал лысить. Ради интереса походить с длинными волосами. Сказала, что здесь количество шума тебе помогает, независимо от размера стадиона. В Омске 12 тысяч человек может поместиться в Жидрайф-арену. Готов к такому шуму? Вообще к Омской площадке. Буду готовиться. Буду готовиться. Я там уже был один раз на шоу. И да, там отличный стадион, огромные трибуны. И уже предвкушаю, что это будет типичное зрелище. У тебя есть возможность тогда пригласить всех зрителей на чемпионат России? Да, всех зрителей обязательно приглашаю на чемпионат России. Приходите, будет очень интересно. Петь, мы желаем тебе завтра, чтобы ты реализовал все, что ты задумал. И чтобы ты остался доволен своим прокатом произвольной программы. Спасибо.